Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, замечательное время такое между праздниками Пейсах, праздником раскрепощения, освобождения из египетского рабства, о котором мы переживаем вновь и вновь, и дарованием Торы, когда мы обретаем духовную свободу. И почему-то определенные дни этого, в общем, казалось бы, такого развернутого праздника свободы, они омрачаются неким трауром в память о смерти учеников Раби Акивы, которая произошла почти два тысячелетия тому назад. Что это такой вот непонятный для многих из нас траур? В эти дни, кстати, не играют свадьбы. Если кто-то хочет свадьбу сыграть, вот в эти дни раввины могут сказать, извините, подвиньтесь, у нас траур. Так, получается, весь еврейский народ, все это время, ну там, как минимум, несколько недель, в зависимости от обычаев, или некоторые могут сказать даже все время, это за исключением лишь только одного дня, который называется Лак-Ба-Омар, то есть 33-й день Омера, о чем мы с вами поговорим сейчас с дорогим гостем нашей передачи, Райвином Пенсионным Ласкиным. Итак, мы приветствуем вас в нашей студии. Приветствую вас, Савкатсин. Итак, видите, как с чего начать? Давайте начнем просто с фактов сначала. Итак, праздник Пейсах, исходы евреев из Египта, физического раскрепощения, а потом духовное раскрепощение, праздник дарования Торы. И между этими днями у нас есть траурные дни. Траур почему? Траур, вот как вы сейчас только что рассказали, по смерти учеников Раби Акивы, того великого Раби Акивы, которого сказал, «Любив своего ближнего, как самого себя» – это «Кралька долбатура», «Великое правило в Торе». Именно его ученики были теми, которые не уважали друг друга. Конечно, объясняют мудрецы, что тут это было на высоком уровне, но так как каждый хотел помочь друг другу, и от любви к другому, каждый был уверен, что только я понимаю правильно своего учителя. И от этой большой любви он хотел объяснить тому, как он понимает. Каждый был уверен, что тот не понимает правильно, и от этого у них было неуважение. И от этого произошла вот эта страшная смерть. Кстати, многие наши трагедии, наши жизни – это время не только для трагедии, это время немножко осмыслить наши отношения друг к другу. Еще даже такие великие люди погибли из-за этой проблемы. И столько наших трагедий, и храмов русалимских, и что много. До сих пор наши голод, наши изгнания из-за этой проблемы, нашего неуважения друг к другу, уверенности в своей правоте, неумения слушать, слышать. Может быть, один момент, давайте на секундочку. Просто мы это сказали на одном дыхании, это хорошо, чтобы наши телезрители задумались. Раби Акива сказал, что великое правило Тора заключается в том, что ты должен возлюбить ближнего, любить ближнего, как самого себя. И хотя, казалось бы, разве можно человека заставить любить, но он имел в виду, поступай так, как ты его любишь, помогай ему, заботься о нем. И чем больше будешь ты ему давать свои заботы и своей любви, тем больше ты будешь его на самом деле любить. Они не были наказаны за то, что они мало любили. Что они уважали. Они были заказаны, доказаны, собственно говоря, мудрецы говорят как раз лонахагу, кого зебазе. То есть они не оказывали... Уважения. Уважения. А это противоречило тому, что Раби Акива учил? Они взяли его учение, любить, как самого себя. Но они вместе с этим, когда все ученики, каждый слушал урок своего учителя, понимал по-своему те же слова своего Рэбе. Из любви слов Рэбе, любить, как самого себя. Они хотели объяснить своему коллеге, как они понимают истину туру. Но тот знал, что он понял совершенно по-другому. А он от своей любви хотел объяснить своему коллеге совершенно по-другому. И когда они не соглашались, когда они по-другому, тогда сказали, если так, я не могу тебя уважать. Если ты не понимаешь правильно. И от этого пришло это доза объяснения, как пришло вот это неуважение. То есть на самом деле, мне кажется, что иногда опасность любви или чрезмерной любви, фамильярности. То есть у нас с вами есть правая рука и левая рука, правильно? Мистически, каббалистически. У нас с вами есть правая рука любви или милосердия. И у нас с вами есть левая рука, которая должна это балансировать. Это, если хотите, трепет, уважение, сила. И они должны быть в гармонии. Поэтому, может быть, как раз в этом-то и дело. Тот самый рабе Акива, который учил любви, может быть, не случайно, что его ученики не сумели в каком-то смысле сбалансировать себя. Они должны были сбалансировать себя уважением, признавать другое мнение, слушать другое мнение и достичь единства. Одна из причин, почему говорят мудрецы, не они передали нам Тору, потому что Тору могли передать только единая команда, единый народ. Конечно. А поскольку не было уважения, то не было единства, и не удостоились они, чтобы принять и предать нам Тору. Конечно. И из-за этого, если мы возьмем последнюю букву всей Торы, это буква ламет. А в свиток Тору он же крутится. И первая буква всей Торы это бет. Месть это лев, сердце. То есть суть всей Торы это любовь. Вылечить любовь между друг другом. И то, что вы сказали, тоже, например, слова Любовского Рэббер, он объяснял, есть вот на английском слово love, любовь. Есть like. Это нравится. И казалось бы, что сильнее в жизни? Любовь или like? Казалось, love намного сильнее. Но вот Любовь, он объясняет, это именно желание двух людей слиться в одно единое. Забыть о разнице, о их отличиях и стать одной единой. Like, это же умение уважать друг друга, уважать отличия, другое мнение, по-другому выглядеть. Именно вот это уважать. И это основа единства. И это основа единства. Из-за этого объясняется, как это на уровне анекдота, когда антисемиты, они как бы ненавидят ивизский народ. У них нет лавок ивизскому народу. Но при этом могут уважать очень своего бургалтера Рабиновича. Они могут уважать его. Евреи же наоборот. Он обожает ивизский народ, и зван из-за народа, и так далее, и так далее. Смотрите, сколько у нас новостков ивизиатов, и так далее. Пошло-поехало. А как там твой двоюродный братик? Если вы еще раз мне о нем напомните, мы с вами больше не разговариваем. То есть есть любовь общая, стать одной, но нет уважения индивидуального мнения, качеств. И вот это проблема. Была любовь, но когда не было, потерялся вот это уважение, умение воспринять имение другого человека, то совершенно противоположное тебя думает. Но при этом ты можешь не соглашаться, но при этом его уважать, вот этого не хватило. И от этого пошло все вот это, к сожалению, разрушение, и эта смерть, которая для нас является, как вы сказали, не трава, но и вместе с этим являются дни повысить, разрушение, как нам исправиться. То есть на самом деле мудрецы говорят, а почему мы вдруг должны отмечать смерть людей, которая произошла 2000 лет назад? У нас было столько погромов, столько холокостов, столько инквизиций с того момента, столько людей погибло, 24 тысячи учеников погибло тогда, но у нас же сотни тысяч, миллионы погибали потом. Мудрецы отвечают, что настолько важный здесь урок, потому что Тора, которую мы получим на 50-й день после исхода евреев из Египта, она одна, едина, которая дает один, единый Всевышний, которая дает ее только одному, единому народу. Поэтому это урок, как же мы удостоимся принятию Торы, мы можем ее принять только, когда мы выучили тот урок, как бы траура, из-за чего они не дотянули. Но оказывается, что там есть еще один урок, как бы посредине, по пути тому, потому что этот траур прерывается Лагба Омара, то есть на 33-й день после исхода Омара это сноб, потому что сразу после исхода приносился сноб, как бы нового урожая, и 33-й день после этого у нас вдруг прерывается траур по ученикам Раби Акива, у Акивы у нас, конечно же, вопрос, почему? И, вы знаете, это потрясающе, когда меня какой-то человек спросил тоже, я думаю, почему траур, через какого праздника мы перестаем траур, вы знаете, и вот ответ сам по себе, что это день смерти, да, вверх есть объяснение, что прекратили ученики Раби Акива погибать в этот день. Давайте тогда на секундочку остановимся, еще раз, что это за ответ? Это день смерти великого каббалиста. Нет, нет, до того, вы сказали первый, это уже второй будет ответ. Да, да, да. А первый ответ, что в этот день... День, когда прекратили погибать, то есть эта чума, эта эпидемия, которая была, они прекратили погибать именно в этот день, она закончилась. О! Она закончилась. О! Смотрите, именно так и написано в Талмуде трактат Ивомас, и у нас на эту тему возникает ошеломляющий вопрос, потому что на самом деле в Талмуде говорится о том, что Раби Акива сам был неучем, и сам в определенный момент он начал изучать Тору, и хотя все говорили тебе поздно, нет, он поверил, что ему не поздно, потому что в него поверила его жена Рахель, и он увидел капельку, которая падает, изменяет форму камня, и он сказал, тогда Тора изменит мою форму, в общем, он начал достаточно поздно, у него не упустили с руки начать все сначала. И потом, ху, он достиг такого величия, что у него было 24 тысячи учеников, и вдруг они все начали умирать, и все умерли, и все умерли. И в этот день они начали изучать Панель. И так, и так, и так, и так они все умерли, на этом месте, и говорится, вот они все умерли, если они все умерли, так этот день Лакбомер должен был бы быть не днем радости и праздника, и не днем, когда делают Делают детские демонстрации радости и так далее. Правильно? В Хронхайд ходят целые парады. О, парады, правильно? В этот день нужно... Представляете себе, 24 тысячи учеников, которые должны были передать еврейскую традицию, которые должны были передать все тайны Торы. И они из поколения в поколение передавались. И вот теперь наша задача передать следующему поколению. И Рабекки его научил 24 тысячи учеников, чтобы они это сделали. Вот они начинают умирать. У него есть надежда. Хорошо, осталось хотя бы 20 тысяч, осталось хотя бы 18, 2 тысячи умирало в день. Но хотя бы, может быть, осталось 2 тысячи. И вдруг умерли все. Умерли все. То есть, казалось бы, это должен был быть день максимального траура. Вот тогда траур, собственно, и должен был быть огром. Почему вдруг в этот день огромного траура радости? Что 5 учеников... 5 учеников Рабекки, которые продолжили, и донесли до нас. То есть мудрецы говорят о Петре возвращается в Талмуду, что Рабекки его вспомнил слова царя Соломона, Мазарешива из людей, который сказал, «В молодости сей семена свои». Но даже в молодости, утром, он сказал, «Утром» имеется в виду не только утро физическое. «Утром сей семена свои, но и ночью пусть не опускаются руки твои». Он понял, что имеется в виду не только физическое утро, когда сеют семена. Не то, что утром и вечером работая непрерывно. Да, имеется в виду, что когда человек хорошо, когда он молодой, когда он здоровый, когда у него есть много учеников, пусть, конечно, он творит и созидает, но даже когда, казалось бы, он потерпел неудачу, казалось бы, все рухнуло, казалось бы, пришла ночь, он тоже не должен опускать руки. Поэтому что сделал Рабекки, он ушел на юг. Мудайцы говорят, очевидно, было восстание против римлян, очевидно, все, оно потерпело поражение, очевидно, он бежал, очевидно, что он начал искать новых учеников. И нашел пятерых новых учеников. И эти пять новых учеников, Раби Мея, Раби Игуд, Раби Йосия Галиле, они, Раби Шиман Барихай и Раби Шиман, по-моему, это Раби Шиман Барихай, кого-то я пропустил, да, и Раби Акивса, они были как раз теми, которые передали нам все, что мы знаем о Торе. То есть урок в каком смысле тогда? Осветить тьму светом. Даже тогда, когда, сказалось, все рухнуло, мы начинаем все сначала. Он начал, и за счет этого начинания у нас, тогда она зашла через этих пять учеников. Я даже добавил один момент, наверное, ведь речь шла о том, что должны были с этой Торой быть переданы знания и вдохновения, которые поможут нам жить, преодолевая все изгнания, все испытания, все разрушения, все холокосты, все погромы, потому что нас били, разрушали, и нам каждый раз нужно было начинать все сначала. Даже те наши с вами дорогие эмигранты, которые слушают нашу с вами передачу, они оставили свои насиженные места, где бы они ни жили, там, где ваша мама жила в Петербурге, в Ленинграде еще в то время, или моя семья жили в Москве, или кто-то еще жил где-то в Одессе, или в Одессе, в зависимости от куда. Вот, и они должны были все это оставить и начать все сначала. Поэтому это в нашей, так сказать, в нашем spiritual DNA, в нашем духовном... ДНК. Кстати, это и была первая заповедь, которая дал Всевышний Ивестскому народу, которые были еще в Египте. Самая первая была не Кашрут, была не Тфилина, это было что? Благословение на Луну. Видеть свет во тьме. И задать смудрецы вопросом, минуточку, а почему Всевышний мог подождать еще 50 дней, обознагарая, и тогда нагресена, и дать уже все заповеди, включая благословение о Луне в начале месяца. Всем, чтобы Всевышний хотел вам помочь дойти. Говорит, вы рабы, у вас еще рабская ментальность. У тебя тяжелый очень процесс, тяжелый путь. Как я вам могу помочь дойти до дарования Туру до 50-го дня? Каждое поколение будут Гитлеры, Сталин, Богдан Хмельницкий, Хизбаллах. Короче, этот список, к сожалению, заканчивается. Каждое поколение будет кричать, что мы вас уничтожим. И вы будете выходить на Луну и смотреть, что вот Луна вот-вот исчезнет, вот-вот ее не будет, обещаю, что будет восстановиться заново опять. Из-за этого это было первое завтра, но там есть еще другой момент. Луна, она же не имеет свой свет. Она должна помнить, что она отражение Солнца. Пока вы будете помнить, что вы только мое отражение и серый мой свет, я всегда с вами. Я должен сказать, что практический момент, мне кажется, для наших телезрителей очень важный. Он заключается не только в аспекте еврейской истории вообще, но в нашей конкретной жизни. Вот, например, скажем, вот только я сейчас пришел сюда в студии с одной встречей. На этой встрече сотрудники одной организации обсуждали какие-то вопросы и думали, там, сделать этот проект или нет. Один сотрудник говорит другому сотруднику, да, но ты уже этот же проект делал, у тебя не получилось, ты провалил. И что ты будешь делать его опять? А тот говорит, как тебе не стыдно говорить, что я провалил, я старался, я хотел, но у тебя не получилось. Ты посмотри, израильтяли на Луну, хотели посадить? Правильно. Этот самый, да, у них не получилось. Ну и что же они сказали? Мы больше не будем. Они уже открыли, уже объявили. Они на следующий день сказали, мы будем стараться еще раз. Это называется сейчас Береши-2. Береши-2. Дженесис-2. Мы продолжаем, да. Поэтому если у нас есть цель, мы к ней стыдно мимимся. Если у нас что-то не получается, то что мы делаем? Мы стараемся, но больше. Это как однажды видел Еврей, Еврей был у Рэба, и он видит на улице, как ребенок падает. Он говорит ему, он падает и падает. Он говорит ему, зачем он все время встает, он все равно упадет. Он говорит ему, умение это не упасть, умение это встать после упадения. Поэтому сказал величайший из мудрецов царь Соломон, и я эти слова упомянул на нашей встрече, который сказал, семь раз упадет праведник и встанет. Разница между праведником и негодяем как раз в том, что не то, что этот не падает, а этот не упал. Этот падает, но он поднимается. Имеется в виду не только, что он хочет на луну, или он хочет сделать какой-то проект, у него получается, он делает еще раз и еще раз. Речь идет даже о духовных падениях, даже о грехах. Даже тот, который падает, в смысле, потому что нет праведника, который не согрешил бы, все мы падаем. Но один упал и сказал, я негодяй, я остался негодяем. А другой упал и сказал, несмотря на то, что я упал, я не хочу быть в этом падении, я хочу подняться, я хочу быть хорошим, я хочу быть добрым, я хочу быть праведным. Поэтому он поднимается и справляет себя. Конечно, напоминает мне эту известную историю, когда был раввин в Бухлине, у него сын пошел в Ешиву, но, знаете, там не та обстановка, не те друзья, и он очень быстро нашел себя на улицу. Его выгнали оттуда. Пошел опять в другую Ешиву, опять его выгнали, и так туда, и обратно. Когда он сразу был, уже было двадцать лет, он говорил к папе, говорит, папа, ты знаешь, я много раз старался. Я не могу быть религиозным. Для меня это тяжело. И папа говорит ему, хорошо, я готов с тобой, хотя мне это очень больно, на это тем больше не говорить, с этим условием. Это были 70-е годы. Ты придешь к любарскому ребе, кто жил в Бухлине, в Краунгайц, на аудиенцию. Он сопротивлялся, в конце согласился. Три часа утра заходит в маленькую комнату любарского ребе. Он сидит за своим столом. И он говорит ему, ребе, мне тяжело быть религиозным. Ребе на него смотрит. Говорит ему, я ряда лицою халия. Падение во имя подъема. Ребе красивые слова. У меня это уже падение не первый, не второй, не третий, не четвертый раз. Подъема нет. Я хочу все бросить. От него идти. Ребе на него смотрит. И говорит ему, прыгни на мой стол. Сейчас маленькая комната. Те-те-тец, Ребе. Ему сказали, приходят мы из лидеров юридского народа. А тут физкультура начинается. Он все это не понимает. Ребе на него смотрит. Повторяет ему второй, третий раз эти слова. Некуда деваться. И он бьет пару шагов назад, чтобы взять размах. Ребе восстанавливает. Я тебе сказал идти назад. Я тебе такого не просил. Но неотъемный час процесс. Взялся прыжок в твоей жизни. Допойти порошок назад без этого. Невозможно взять размах. И слова на него изменили. Он сейчас живет в Иерусалиме. Успешный, религиозный, атороксальный, бизнесмен. То есть имеется в виду, что и та тьма, которую мы проходим, она имеет свой смысл, потому что отталкиваясь от нее или превращая ее в свет, мы достигаем тех успехов, которые у нас есть в жизни. Итак, это был первый урок этого дня Лакба Омра, 33-го дня Омра. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Продолжать двигаться вперед и начинать все сначала. И еще. А второй был момент, это смерть, день смерти великого каббалиста, мистика, рабящего на Барюхая. И многие удивляются. Мы едем, мы знаем, что мы едем на гору Мирон в Израиле. Более полмиллиона человек в этот день собирается. И большие пляски, и танцы, и радость. Разогреваем костры, и жрем огонь. И как-то меня этот человек смотрит, я не понимаю. С каких это отбор у нас день смерти? День траура, день, когда мы должны плакать, вспоминать жизнь человека. А тут у нас евреев свадьбу устраивают в этот день. Как это понять? Вы знаете, и вот тут эта суть, во-первых, объясняется в честный момент, что день смерти Моисея не отмечается как праздник седьмого адара. Даже некоторые обычаи даже постятся в этот день. А день смерти рабящего на Барюхая, хотя он умер молодым, как большой праздник. Объясняется, что Моисей никогда не зашел в страну Израиль. Его мечта была, его миссия, можно сказать, был застен в страну Израиля. Но он как бы ее не закончил. Это как бы она не стала праздником. Рабище Моисея, несмотря на очень короткую жизнь, он написал книгу Зору, он свою миссию заполнил. И день смерти человека, день, когда душа его поднимается ввысь. И когда мы продолжаем его жизнь, в иудаизме есть очень важная концепция. Ее нельзя... Вот есть целая недельная глава, называется Хаея Сара, Жизнь Сары. И там ни одного слова о ее жизни не написано, как похоронили ее, как похоронили потом Авраама, как ее сын женился. Ни одного слова о ее жизни нет. Весеят мудрецы, мы не продолжаем жизнь человека. Мы не помним жизнь человека. У нас не говорится, там, земля будет пухом и так далее. Мы не ставим цветы, потому что цветы вянут и тело уходит. Мы ставим камни. А камни, они вечные, и душа, она вечная. И душа, она только приходит в этот момент, на определенное короткое время. Только она закачивает свою миссию. Ее душа в этот день смерти, каждый день смерти Йорца, это что называется. Когда мы должны говорить, качать в синагоге. Когда мы выходим в синагогу на пазик, говорим искр для поднятия их душ. Мы помогаем душе подниматься все выше и выше. Потому что душа уходит туда, а мы остаемся тут. Мы хотим сказать ей спасибо. А как сказать спасибо? Душа там, а я тут. Как это сделать? И объясняют мудрецы, что тем, что я становлюсь, я не помню его жизнь. Я продолжаю его жизнь. Я могу стать его ногами. Я иду в синагог, снова за его ногами. То, что мы с вами сидим сегодня тут, это значит, что три поколения назад, четыре поколения, пять, каждого, наши прадцы, прадедушки были, готовы погибнуть. Это же мы остались. Из-за этого этот день Лакбаумер, это день, когда мы отмечаем его жизнь. И день, когда мы говорим, мы продолжаем, мы не будем сейчас скорбить, мы продолжаем эту жизнь. Вы знаете, потрясающая история, когда во время холокостов, гетто, вегейский мальчик сказал своему папе, папа сегодня семья стоила, день, когда мы танцуем с туры, и очень часто отцы берут своих детей на плечи. Говорят ему, возьми меня на плечи. Сынок, я не могу. Мы в гетто. Но я тебе обещаю, война закончится. Я тебя возьму и будем танцевать. Война закончилась. Сын спасся. Папа нет. И он в лагере беженцев. Маленькая комната. Там был свиток туры. И он бьет этот свиток. Симхестерой. Начинает танцевать, как сумасшедший. Все начинают говорить, что он, наверное, уже с ума сошел. Он потерял это уже. От горя. Нет, вы думаете, я с ума сошел? Вы ошибаетесь. Я помогаю своему папе исполнить свое обещание. Только там маленькая разница. Не я на его плечах, а он на моих плечах. Вот это и есть суть жизни. Это и есть то, что говорится о Хаесаре. Жизнь Сары. Жизнь Сары является том, не то, что было до похорон, а тем, что ее дети продолжили ее жизнь, ее путь после похорон. Это настоящая жизнь по убийству. И это то, что мы отмечаем. Павел Николай Гбома, когда мы продолжаем его учение, когда мы радуемся, когда евреи продолжают этот путь, значит, и он жив. И за этот день смерти у нас день радости. Потому что для нас это не день памяти. Для нас это день, когда дается нам возможность продолжить его жизнь, сказать ему спасибо, послать ему посылку на небо. Да. Спасибо. Спасибо вам. Я хочу добавить, может быть, еще третью мысль, потом вернуться к второй вашей. Очень интересно, что мудрецы говорят также еще одну вещь. Когда евреи выходили из Египта, ведь у них была маца. Сколько времени у них было есть мацы? Сколько у них было мацы? Месяц. Значит, получается, что они шли к горе Синай, у них была маца. На тридцатый день умера, у них маца кончилась, но у них не было еды. А что им делать? Возможно, были люди, которые говорили, давай развернемся, пойдем обратно, сладкие лепешки фараона. Несмотря ни на что, евреи продолжили идти вперед, куда к горе Синай. Тридцать первый день без хлеба, тридцать второй день без хлеба. И тридцать третий день они продолжили идти. И что произошло в тридцать третий день? Начала падать манна небесная. То есть получается, что когда человек двигается, идет, то что-то происходит на небесах, небеса раскрываются. Поэтому то, что, скажем, тридцать третий день умер, а раскрылись небеса и спустилась в манна небесная физически, а ведь сказано не хлебом единым, сыт человек. Точно так же в истории Бар-Коба, то есть в истории Раби Акива, имею в виду восстание Бар-Коба, в истории Раби Акива и его учеников на тридцать третий день он нашел новых учеников. Один из этих учеников, Раби Шин Бар-Юхай, он открыл не только то, что другие раскрыли, безусловно, письменную тору, объяснили ее, я имею в виду устную тору, объяснение письменное, Мишну, Талмуд, но и тайное учение тоже раскрылось в этом мире. Книга Зоа. Из-за этого, кстати, дети еврейские имели обычай в этот день играть в лук. Почему? Вот вопрос. Почему? Непонятно. Какая связь между луком и кабалой? Или, ну, луком и восстание Бар-Коба, я еще бы понимал. Но связывают мудрецы именно это, именно со смертью любящего Бар-Юхая, автором книги Зоа, именно то, что они играли в лук. Объясняется, что есть два у нас оружия в жизни. Меч и лук. Меч, если я возьму меч в свою руку, чем дальше я свою руку протяну, все, чем дальше я смогу дать сильный удар и убрать больше от меня помехи и так далее. Но для того, чтобы стрела дошла дальше, более четко, для этого я не должен чем дальше свою руку протянуть, а наоборот. Чем больше к себе ближе я протяну, чем дальше она дойдет. Учение кабалу – это внутреннее изучение. Учение о том, как меня и себя меняется весь мир. Не надо искать колючки, проблемы, чем дальше я буду обвинять других. А искать их в себе. Из-за этого именно лук стал, можно сказать, символом, в том числе, вот эта игра, символом учения кабалы. Потому что секрет в том, чем ближе ты к себе, чем ты перестаешь обвинять других, искать других проблему. Потому что это все излучение твоего внутреннего мира, и этим занимается кабала изменением себя, тогда все остальное уже изменится. И буквально, так сказать, мысльный пассажок, я хочу сказать, вы напомнили о том, что вот мальчик был с книгой, с свитком Торы. Возможно, наши телезрители помнят такую организацию, Anti-Defamation League, которая борется с антисемитизмом в мире. И ее основателем в течение десятилетий ее президента был некий Эбрахам Факсман. Эбрахам Факсман, любопытно, многим рассказывал о своей истории, она находится в Ютубе, ее можно услышать, о том, как на самом деле его родители прятались от фашистов, как они, в принципе, бежали, оставив его. Его воспитывала пулька, которая была христианкой, которая его младенца еще отдала в какой-то или маленького ребенка, отдала в какой-то монастырь. И, в общем, он рос католиком, и она хотела, чтобы он был священником. И, удивительно, но родители вернулись, попросили ребенка обратно, она не хотела давать, там был спор, советская власть, советские войска решили все-таки, что она должна вернуть. И вот, когда они взяли этого ребенка, они пошли вместе с ним, и ребенок был католиком, ребенок вырос уже католиком. Папа думал, что я могу сделать, для того, чтобы показать ему, как прекрасно быть евреем. И он в этот день, когда он его взял, этот день был, помните? Симхастора. И он его повел в синагогу в Вильнюсе. Это, по-моему, был 45-й год, после того, как закончилась война. И когда они вошли туда, то синагога была практически разрушена, и там не было книг Торы. И какой-то офицер советский, наверное, польского, наверное, происхождения, я так думаю, по этому рассказу, он подошел, говорит, можно я с этим ребенком буду танцевать, потому что он для меня символ Сефер Торы, потому что нет книг Торы. И вот он с ним танцевал. И потом эта история раздваивается. Ави или Эбрахам Фоксман рассказывают эту историю сам по себе. А оказывается, этот офицер уехал в Детройт, в котором он стал раввином. И у него там дети и внуки. И он рассказал одному из знаменитых певцов американских Джернис эту историю. И тот сочнил потрясающую песню на эту тему. У нас просто нет времени сейчас ее показать. Невероятную песню, которая трогала все. Как раз этот рассказ, которую пели евреи по всему миру. И, безусловно, в Америке. И эту песню услышал Ави Фоксман. И в этой песне вспомнил о себе. Мальчике, который танцевал на плечах офицера в советской форме. Нашел певца, нашел этого... Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok